Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Счастливый январь для дошколят и их родителей. 80 детей приняли в детский садик «Ласточка» в станице Анапской. Сотни литров алкоголя изъяли из нелегальной продажи сотрудники полиции. Сварщики, слесари сантехники и повара подтвердили знания на госэкзамене. А сейчас обо всем подробнее. Счастливый январь для дошколят и их родителей. 80 детей приняли в детский садик «Ласточка» в станице Анапской. Подробности с торжественной церемонии открытия и далее о развитии дошкольного образования в материале нашего корреспондента. В детском саду «Ласточка» открыли два новых корпуса. Время ожидания дополнительных мест для родителей и ребятишек себя оправдало. Теперь на месте стройки красуются современные здания, мимо которых пройти без восхищения невозможно. Администрация города приняла долгосрочную муниципальную целевую программу по развитию дошкольного образования и взяла курс на поэтапное строительство новых, реконструкцию и восстановление старых дошкольных учреждений, чтобы очередь в детские сады сократилась. Очень долго ждали, ждали три года. И вот наконец-таки свершилось чудо, мы в садик идем. Ведем сразу двух внучек, два и три года, Марию и Викторию. Так что надеемся, что мы еще приведем через два года еще двух внучек сюда. Так что у нас все хорошо. И мы рады, что детский сад рядышком с домом, что он такой красивый, новый. Сегодня, слава Богу, открывается для всех, для родителей и, конечно, самое главное, для бабушек. На торжественную церемонию открытия собрались дети и их родители, воспитатели и педагоги, для которых этот зимний январский день стал по-настоящему праздничным. Маленьких анапчан с таким знаменательным событием поздравили заместитель главы Людмила Мурашова и председатель совета Леонид Кочетов. От имени главы города Сергеева Сергея Павловича, который держит этот вопрос под особым личным контролем, поздравить вас с тем, что сегодня свершается. По-моему, еще ни разу в последние несколько лет здесь не открывались детские места для наших маленьких граждан, дошколят, ребят, которым исполняется от 3 до 7 лет. Почетное право перерезать красную ленточку предоставили Людмиле Мурашовой и воспитаннику детского сада Савелию Сахарову. После всех гостей пригласили на экскурсию по корпусам. Первыми, как и положено, в новый дом вошли хозяева-дети. Здесь ребят ждал сюрприз – праздничный концерт. Новые модульные здания для дошколят фирма «Подрядчик» возвела за 2,5 месяца. Работы проводили в три смены. Светлые, просторные игровые комнаты, уютные спальни – все это дело рук строителей, которые приложили все усилия, чтобы детки чувствовали себя как дома. Для настроения яркое постельное белье, новая сантехника и аккуратная детская мебель, предназначенная специально для малышей. Пришли сюда, здесь была еще неподготовленная площадка, кое-где деревья, старые строения. Пришлось в кратчайшие сроки все демонтировать и начинать строительство с нуля. Здание очень теплое, поэтому летом будет здесь не жарко, зимой будет не холодно. Будет комфортная температура и, соответственно, будет комфортно детям. На территории детсада запланировано капитальное строительство дополнительных современных корпусов. А пока в детский сад «Ласточка» приняли 80 воспитанников. А значит, 80 мам получили возможность выйти на работу после декретного отпуска. Накануне глава города Сергей Сергеев провел совещание по реализации дорожной карты, капремонту и строительству детских садов. Заместители главы, начальники управления и отделов администрации, а также руководители образовательных учреждений обсудили развитие дошкольного образования в Анапе. О том, как изменится очередь в детские садики к концу этого года, расскажем прямо сейчас. Сегодня в Анапе в очереди на детские садики зарегистрировано 6678 детей до 7 лет. Причем ставят в очередь даже новорожденных. В актуальной очереди от 3 до 7 лет 1810 детей, в том числе 1040. А это больше половины идут по льготной очереди. Как будет решаться детский вопрос в городе-курорте и сколько дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, создадут в 2015 году, обсудили на совещании. Согрещение очереди реализуется, как я сказала ранее, за счет создания дополнительных мест на свободных площадях образовательных учреждений, путем реконструкции зданий, помещений, строительства и укупа новых зданий дошкольных учреждений. Глава города Сергей Сергеев выслушал отчет по работе в 2014 году, назвав ее неудовлетворительной. Мест в детских садах уже в этом году могло быть больше. Не выполнено мое поручение по проектированию и начало строительства садика за счет собственных средств. Вы думали, я просто воздух сотрясал? Я же в конечном итоге спрошу. В этом году продолжат практику строительства быстро возводимых модульных зданий. Также для строительства новых детских садиков уже определены площадки, готовится проектно-смертная документация. Согласно дорожной карте, к концу года детская очередь должна сократиться на 946 человек. Борьба с урогатом на курорте идет постоянно, а не только от одного летнего сезона к очередному. Накануне сотрудники полиции изъяли из закусочной свыше тысячи литров фальсификата. Сегодня с продажи сняли еще несколько сотен литров нелицензионного алкоголя. Вот так завершаются иногда плановые и внеплановые проверки торговых объектов. Подробности смотрите далее. В Анапе продолжается планомерная работа по пресечению производства и торговли алкоголем без лицензии. Очередной факт реализации фальсификата выявлен на рынке Северный в ходе совместного рейда сотрудников управления торговли и полиции. В закусочной Винокубани покупателям предлагали большой выбор вин на розлив, а также коньячных напитков, якобы из деревянных бочек. Но, как это обычно бывает в подобных случаях, за прилавком суррогат был разлит в пластиковые бутылки, коробки и кеги. Кроме алкогольной продукции местного производства, здесь торговали спиртными напитками известных российских и зарубежных марок. Выполнить требования сотрудников полиции, представить разрешительную документацию продавец не смогла. Не оказалось и лицензии на реализацию алкоголя и даже разрешения на предпринимательскую деятельность. На предпринимателя составили два протокола – осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации и без специального разрешения. Сотрудники полиции изъяли 1200 литров алкоголя. Вся продукция пройдет экспертизу. Еще один случай по адресу Промышленная, 16. В магазине «Закусочный» хозяева и реализаторы предлагали купить алкоголь по оптовым ценам. Но проверку предприниматели не прошли. Назвать торговцев предпринимателями было бы неправильно. На руках не оказалось документов на предпринимательскую деятельность и реализацию алкогольной продукции. Договор аренды тоже оказался проблемой. В результате проверки изъято более 1500 литров алкоголя, 1160 литров на розлив и 558 бутылированной продукции. Составлено два протокола. Но Нэпогасян привлечена к административной ответственности в соответствии с требованиями закона. Сварщики, слесарь, сантехники и повара подтвердили знания на госэкзамене. С дипломированными мастерами своего дела, выпускниками колледжа «Сфера услуг» познакомилась наша съемочная группа. Самый важный, ответственный и счастливый день взрослой жизни молодых специалистов. Первые блюда, закуски, мясо, рыба – как кулинарные шедевры. Степан Ставолосов готовит куриный рулет. Он еще не шеф-повар модного ресторана, но вполне может им стать в будущем. Сегодня вместе с другими студентами он защищает свою выпускную работу на повара-кондитера. Еще в детстве бабушка очень часто готовила выпечку, делала дома. Я, будучи маленьким, все время крутился вокруг нее. И очень любил ее торт «Наполеон». Бабушка у меня всю жизнь работала поваром. Я пошел по ее ступам. В армии я уже отслужил. И сразу после завершения учебы пойду работать поваром. Практику я проходил в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». И работать собираюсь там же. Степан поступил в колледж еще до армии. Вернулся и завершает начатое. Сегодня знания и умения защищает перед комиссией, в составе которой потенциальные работодатели. Именно они оценивают уровень профессиональных знаний у студентов и присматривают себе кадры на работу. Машины – это один вкус, когда делают. А когда люди делают это руками и с душой, совершенно другой вкус. Степан справится, я думаю. Я пришла сюда учиться, потому что мне нравится готовить. Повар-кондитер – это специальность очень важная. То есть она везде востребована. Эта работа повара-кондитера очень востребована. С того момента, как я уже пошла учиться, уже начала кормить всех. Всем все нравится. Пока студенты повара готовят, в сварочном учебном цехе свой экзамен на профпригодность дают сварщики. Владиславу Иларионову профессию газоэлектросварщика рекомендовали друзья. Учиться пришел после девятого класса. Ну, посоветовали мне, я и пришел. Если так первый раз пробовать, то да, сложно. А так, как бы, если научиться, то уже нормально. Самое сложное, что не проварить металл и все. Ну, самое сложное, надо, если когда металл тонкий, то надо подбирать там электроды. Выполнив задание по металлу, ребята сдают теоретический экзамен, демонстрируют детали и технологию их изготовления. В комиссии также работодатели. После обучения работать ребята смогут сразу по двум специальностям. Газоэлектросварщик и слесарь-сантехник. Дмитрий Образцов планирует когда-нибудь в будущем открыть свое дело. И считает, полученные навыки обязательно пригодятся в жизни. Пришел сюда, чтобы получить профессию электрогазосварщик и сантехник. Потому что, так как считаю, то, что эти профессии очень сильно востребованы. Ну, я считаю, что очень хорошо быть рабочим и что-то уметь своими руками. Мне безумно нравится работать с металлом. Я считаю, это мужская профессия. В Анапском колледже сферы услуг специалистов готовят по двум уровням программ. Среднее специальное образование и подготовка квалифицированных рабочих. В этом году колледж выпустит 79 специалистов рабочих профессий. Рабочих кадров на самом деле не хватает на производстве. Это те люди, которые делают саму работу. Поэтому все наши выпускники, которые получают профессию, они всегда находят себя на производстве. В Анапу круглый год приезжают гости. Здесь много предприятий общественного питания, которым нужны квалифицированные повара, кондитеры, официанты, бармены. Предприятия сферы торговли заинтересованы в продавцах, кассирах, контролерах. В сфере жилищно-коммунального хозяйства нужны слесари и сварщики. Ребята обязательно найдут работу и станут профессионалами. Продолжаем выпуск. Отношение к животным много говорит о человеке, о его воспитании, культуре и манере общаться с другими людьми. Наш следующий сюжет о животных, которые до сих пор живы благодаря заботе и уходу сердечных людей. Сегодня спасенные и преданные, усатые и хвостатые, ждут своей удачи, чтобы попасть в добрые руки. Волонтеры Анапского центра реабилитации животных «Добрые руки» подарили вторую жизнь собаке Грете. Гражданка Франции Стелла встретилась с Грета летом на ЖД вокзале курорта. Девушка решила забрать собаку с собой во Францию, но в поезд четвероногу не пустили. Нет документов. Тогда Стелла обратилась за помощью к волонтерам из «Добрых рук». Мы ее отыскали на ЖД вокзале, привели в порядок. Ну вот, к сожалению, ее отравили на этой передержке. Видимо, соседей кто-то что-то подкинул. Ну, мы ее выходили и отправили. Сейчас она в Волгодонске, ну и скоро поедет во Францию. Вот такая судьба. После череды неприятностей Грету ждет счастливое будущее в любящей ее семье. Уже три года сообщество волонтеров «Добрые руки» помогает бездомным и потерявшимся домашним животным обрести семью или вернуться к своим прежним хозяевам. Один из временных домов животных, так называемая передержка, находится в станице Анапской. В семье 16-летней Марии Агаевой приютили семь собак и щенков. Это очень приятно, когда, знаете, так осознаешь, что вот 8 собак, там, ну, 7 спасены, кушают, спят вместе, там, за ними ухаживаешь ты, что ты понимаешь, что ты можешь их пристроить, что ты, знаешь, что вот каких-то там 7 жизней, но ты спас. Уже полгода Маша ухаживает за лучшими друзьями человека. Кормят и лечат животных за счет пожертвований и благотворительных взносов. А напчане помогают кто чем может. Волонтеры центра стараются, чтобы каждая бездомная собака ощутила внимание и заботу человека. Грету отдавали мы, да, я тоже расстроилась, потому что, ну, с ней, по сути, много, да, пережили, вот она здесь была. Но я понимаю, что она едет, ну, она в хорошие руки, что на замену ей я могу взять другую собаку, которой тоже могу помочь, у которой может, там, очутиться со временем дом. Каждый неравнодушный может помочь щенкам обрести новый дом. Волонтеры центра «Добрые руки» помогут вам найти потерявшегося питомца или выбрать четвероногого друга. Вся информация по телефону и в социальных сетях. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – магазин «Випарт». Партнер программы новостей «Меркурий-2». Партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» Продолжение следует...